добрый вечер дорогие товарищи докладываю вам обстановку контрольные работы проверены все контрольные работы которые поступили сегодня по состоянию на 6 утра проверены 47 работ так что есть предмет для обсуждения задач у нас большие на лекции мы в основном касались теоретических вопросов и понятное дело что без теории мы искать про каких-то практических вопросов будем тыкаться как слепые котята поэтому неизбежная вещь но мы так практически не добежали до того пункта многообещающего названия лекции проблемы современной экономики россии постараемся сегодня добежать тем более когда речь этой экономики нужны на цифры считать вот они есть на одной стороне на другой стороны но все-таки давайте мы плясать от печки садят печки значит капитал маркса напоминает а цельное произведение и марс берет элементарную клеточку капитализма богата такая система производственных отношений много категорий экономических законов и в этой элементарной клеточки но как зародыши сосредоточены все другие категории капитализма они вот из нее развиваются то самого богата есть какая-то элементарная клеточка капитализма совершенно верно кто может сказать что такое товар представьтесь и говорите меня зовут ярослав и я определение не то что я вообще прочитанное такое определение не получилось товар это полезный продукт идущие на общественное потребление через то есть свободный омен так замечательно что-то еще добавить нет пожалуйста кто может комментировать мне на мой взгляд все правильно все как у маркса только несколько иными словами хорошо давайте мы это когда с другого конца еще начнем я из сорока семи проверенных работ я пишу то что очень такое интересное и важно и правильно пишут слушатели то что в лекции не было взять надо выход может где-то я не точно сказал ну и красным отмечает то что явно ошибочно и требуется создать вот такая получается хорошая картина но в целом можно сказать что уровень слушателей этого года значительно вырос по отношению к предыдущим то есть таких явных каких-то ошибок нету и уровень ответов показывает что слушатели читают а капитал маркса читает владимировича ленина это вы прочитали не все знакомы с наукой логики ну и с работами преподаватели красного университета поэтому то что подчеркнуло красным как раз вот в самом начале идет начало это товар я фамилии не буду называть пишет один из слушателей товар полезная вещь которая благодаря ее свойствам удовлетворяет какие-либо человеческие потребности короче товар предмет удовлетворяющие потребности человека это правильно или нет пожалуйста представьте себе почему не правильно да наверное сюда здравствуйте меня зовут юрий товар это вещь обладающая потребительной стоимостью то есть способностью удовлетворять те или иные потребности человека и производящиеся исключительно для обмена и поступающие потребления через обмен замечательно то есть здесь забыли да ну не добавили основное что это а если вы откроете капитал маркса самую первую страницу у него вроде бы как авторы контрольных процитировали маркса одно словечко упустили маркса что сказано товар прежде всего полезная вещь и дальше потерь прежде всего это не значит и окончательно так и дальше вот они уже не спасибо так давайте теперь к вашему определению вот все правильно и вы правильно сказали и вы правильно сказали ну у марса и безусловно тоже правильно но немножко по-другому значит первое что прежде всего товар это полезная вещь полезная вещь как это иначе сказать оно же полезная вещь это продукт труда человеческого правильно продукт труда ну человеческая здесь лишняя понятно труд человеческий только имеется ввиду Продукт труда. Это раз. И второй критерий. Предназначенный на обмен. Если на обмен, то это что значит? Он не на собственных... Да, пожалуйста. Можно вопрос у меня есть. А это не будет такая избыточность? То, что если какая-то вещь, она распределит, ну, обменивается, то она уже содержит в себе свойства полезности? Потому что не полезно. Конечно, конечно. То есть можно ответить слово, когда получается? Можно коротко. Некоторые любят коротко. Так самое короткое. Товар – это продукт труда, предназначенный для обмена. Или можно просто... Эти вещи предназначены для обмена. Да. Продукт труда, лучше сказать. Продукт труда, когда вы получите эту правильную хозяйство. Мы дойдем до этого. Ну, то есть я дошла в лесу грипп. Ну да, грипп, например. Ну, вы донесли его. Вы совершили призвание. Срезали. Да, да, да. Множечко. Вы совершили трудовую... А, то есть с поднял камень, он уже получается... Давайте так. Речь идет о продуктах труда. То есть продукты целесообразной человеческой деятельности. Это первое. И как таковые они являются потребительными стемостями. Это раз. И во-вторых, они предназначены не для собственного потребления. Вот как вы сказали, идущие на общественное потребление. Это Владимир Ильич Ленин такой. То есть через обмен, но через обмен. Что такое обмен? Пожалуйста. Конечно. Такая политэкономическая категория. Или рынок. Вот там вы говорили, идущие... Я думаю... Постараюсь так популярно. Вот что такое обмен? Вот вы являетесь собственником, вы сделали какую-то вещь, да? Решили ее продать или обменять. И у меня тоже есть. Вот я, предположим, сам сделал. Я тоже собственник. Мы с вами договорились, заключили соглашение. Не важно, пускай это будет устное соглашение. Я вам передал продукт труда, который вам нужен. А я вам свой. Вам потребительная стоимость нужна, а вы мне свой. То есть вот совершился акт обмена. Это взаимообусловленная передача продуктов труда от собственников между собой. А рынок? Вот говорят, рыночные отношения. Я всегда улыбаюсь. Это у нас рыночная экономика. Что такое рынок в буквальном смысле? Рынок в буквальном смысле слова. Место, где продают. Совершенно верно. Место, где продают и покупают товары. А продажа и покупка товаров – это что? Это обмен. Поэтому, когда говорят рыночные отношения, вот наше все и вся, это некоторые деятели. Продолжают твердить, это рыночные отношения. Это какие отношения? Отношения купли-продажи. То есть рыночные отношения, буквально это отношения товарного обращения. Производства здесь пока еще нет. Есть с этим, идем дальше. У меня один такой вопрос. Вот я упор все время делаю на лекциях и сейчас, вы, может быть, обратите внимание, что прежде всего товар – это вещь. А любой товарищ может мне задать вопрос, а как же так? Ведь у нас в капиталистическом производстве, на рынке продаются не только вещи, покупаются услуги. Услуга же не является вещью. Она не товар, поэтому… Сейчас, погодите. Более того, в условиях капитализма можно не только услугу продать и вещи, а нечто нематериальное. Совесть можно продать? Можно. Можно продать. Честь можно продать. Ну, как выйти из этого положения? Может, Маркс не прав? Маркс прав. Пожалуйста. Да, может быть. Наверное, лучше, потому что все эти съемки идут. Да, у нас, в общем, тоже не сразу, когда в кружке изучали, я до этого дошел, что все-таки услуга, она не является товаром, просто потому что, ну, например, если меня постриг парикмахер, то я не могу взять свою прическу и кому-то ее продать. Она как бы уж на мне получается. Вот. И, то есть, услуга, она не является товаром. То есть, она имеет форму товара. То есть, производится некий труд, за который платятся деньги, но отчуждать услугу невозможно. И невозможно, поэтому ее как бы накапливать. Поэтому она товаром не является. Спасибо. Значит, ключевое у вас совершенно правильно, это у Маркса, то есть понятие форма. Владимир Иванович, или Владимир, старый слушатель нашего прекрасного университета. Доля услуг в ВВП России более 50%, а в Америке более 90%. Виктор Иванович, как-то на лекции правильную вещь сказал, что будущее, это экономика, это экономика услуг. Все мы туда двигались и будем двигаться. От этого никуда не уйти. Поэтому не товар, не услуги, нужны матушке гостей. Но услуга – это не товар. Спасибо. Мы пока, вот первый вопрос, вы уже ушли вперед. Услуга не товар, но она имеет форму товара. То есть, по мере развития товарного производства. Кто читал науку логики, знает из сущности, есть форма. Точнее, форма и содержание. Вот я могу пойти в магазин, купить форму полицейского. Могу? И одеть на себя. Я стану от этого полицейским. Но по форме я буду полицейским? С виду, да. По форме. По форме, да. Вот то же самое в отношении товаров. То есть, настоящий товар – это вещь, продукт труда. А услуга имеет форму товара. И вот эти нематериальные вещи, которые можно вроде как купить, продать, приобретают форму товара. Вот такая формулировка у Марса. Приобретают форму. По товару есть? Вопросы нет? Идем дальше. Так, что такое деньги? Много интересных здесь предложений. Так, деньги – это товар, полезность которого заключается в том, что он является универсальным средством обмена. Правильно. Пояснить можете? Ну, мы говорили, что товар – это полезная вещь. Вот полезность денег заключается в том, что я могу обменять деньги на любой другой товар. То есть, у него такая полезность. Ну, вообще, как минимум, две полезности. Ну, еще можно… Потребительной стоимости. Сколько может быть? Две. Ну, как минимум. Ну, золото – это как металл, а как деньги? Ну, да. Ну, можно еще из него украшения сделать, там еще что-то. То есть, есть особая потребительная стоимость, особое свойство. Быть материалом, которым все товары измеряют свою стоимость. А, ну да, еще мерил его, скажем так. Ну, хорошо, спасибо. Вот что здесь отвечали? Слушатели, видимо, заочного отделения совершенно правильно писали. Значит, что такое деньги? Так, сейчас, секундочку. Специфический товар. Особый товар, с натуральной формой которого общественно срастается эквивалентная форма. О как! То есть, товар, который функционирует в качестве и мере стоимости, также непосредственно или через своих заместителей в качестве средства обращения. Ну, да глубоко капнули. Вот сравниваются два товара. Вот мы должны выразить стоимость какого-то товара. Вообще, стоимость по определению, это что у нас? Сгусток абстрактного труда. Измеряется количеством общественно необходимых затрат труда. Но товарное производство настолько хитрое и запутанное, что то, что лежит на поверхности, оно противоречит сущности и наоборот. Если бы было так, было все просто. Ну, не все так просто. Значит, получается, что стоимость товара любого выражается противоположной категории к какому-то количеству потребительства мастей другого товара, а именно денежного товара. То есть, один товар находится в относительной форме, другой в эквивалентной форме. Вот об этом речь шла у слушателя. Вот так пишет Ирина Григорьевна Филина. Деньги – товар, который функционирует в качестве меры стоимости, а потому также непосредственно или через своих заместителей в качестве средства обращения. Деньги – товар, выделившиеся в процессе развития товарного производства, специальной функцией которого является выполнение роли всеобщей эквивалентной. Вот уже правильно. Следует наше правительство именно так говорить. На первом месте – мера стоимости. Мера обращения, а не мера стоимости. Не интересует стоимость. Не читайте на ночь буржуазных экономистов. Это вредит. Нет, их надо читать, уважаемый Александр Иванович. Значит, я все-таки отреагирую на ваше заявление. У вас совершенно правильное было в отношении нашего, так сказать, даже не дискуссии, а понимания того, что такое товар и соотношение с услугой. Вот я бы с вашим тезисом о том, что будущее экономика – это экономика услуг, я бы поспорил. Знаете почему? Потому что здесь нет одного существенного. Оно существенно как бы от вас ушло, непроизвольно вы его выкинули. А без этого не будет никаких услуг. Я недавно посмотрел статистику нашего ВВП. Знаете, что такое ВВП, да? Внутренний парадокт. Это совокупность произведенных товаров и услуг. И услуг. Ну, понятно. Оплаченники, я вкратце. Так вот, есть такой раздел, по видам, по отраслевым разделам. Это производство электронного оборудования, оптики, там еще что-то. То есть это передовые отрасли материального производства. Я буду округлять вклад ВВП России. Запомнили цифру полтора триллиона рублей. Так. Я округляю очень. А следующий идет. Консультационные, аудиторские, бухгалтерские услуги. Вклад этого вида консультаций в экономику России в будущее нашли. Два триллиона рублей. Может, давайте мы закроем нафиг эту радиоэлектронную промышленность, выкинем. Вот наше будущее. Консультация. Безтоварки получится. Совершенно верно. И вот сейчас вот идет специальная военная операция, и вдруг те, даже те, кто протаскивали эти идеи, что услуги – это наше все. Уже порядка производства. Вдруг поняли, что за счет консультационных и аудиторских услуг, извини, снаряда не сделать. Да, и пошло. То есть, надо что добавить? Почему вот в отдельных странах, в тех же Соединенных Штатах Америки, услуги составляют 90%? Ответ очень простой. Не потому, что они все внимание на услуги направили, потому что у них настолько высокоразвитая, высокопроизводительная экономика, промышленность, производство, которая позволяет рабочим содержать вот большую сферу. Великий Маркс говорил так, что развитые страны показывают отстающим свое будущее состояние, свое будущее развития. Есть такое. Замечательное. Идем дальше. А можно что-то добавить? Пожалуйста. Добрый вечер. Горик Кузьмин, член рабочей партии России. Хотел бы еще добавить, что дело не только в высокопроизводительности американской экономики, и тем более, что всем известно, что развитые страны старались вытеснять производство за пределы своих собственных границ. А дело в том, что они, как империалистический гегемон, в том числе грабят весь остальной мир. И по факту товары они высасывают из других стран за счет своего доллара. А производство перевели в Китай? Ну, только не внимание на прибавочную стоимость, а не товары. Товары тоже. Полностью согласен с этим добавлением. Спасибо. Ну, это у нас тема, как говорится, непосредственно следующего семестра, а мы пока идем вот по этим категориям. Итак, идем дальше. Мы пришли незаметно здесь к ограблению прибавочной стоимости. Значит, что такое прибавочная стоимость? Пожалуйста. Меня зовут Владислав. Ну, прибавочная стоимость – это неоплаченный труд рабочего, прислойный капиталистом. Неоплаченный труд рабочего, прислойный капиталистом? Прислойный капиталистом. Замечательно. У кого-то есть еще добавление вопроса? Спасибо. Ну, также хотел бы добавить, что прибавочная стоимость – это стоимость, произведенная… Ну, да, это стоимость, выражающая прибавочный продукт, который произведен сверх того, что необходимо для потребления. Совершенно верно. Так, а что правильно, ваш или… То и то, в общем. Это не одно и то же. Это связанное. Одно вытекает из другого. Ну, да, да. Что она появляется, прибавочная стоимость, когда производится больше, чем потребляется непосредственно производитель. Понятно. И мы это на лекции рассматривали. То есть, капиталист покупает на рынке особый товар. Ну, на самом деле он покупает два вида товаров – средства производства или постоянный капитал и рабочую силу. Переменный капитал. Вот тот особый товар, у которого есть удивительное свойство – создавать стоимость большую, чем сам он стоит. И рабочий день распадается на две части. Первая часть – необходимое рабочее время, в течение которого рабочие создают эквивалент стоимости своей рабочей силы. И вторая часть – прибавочное рабочее время, когда рабочие создают прибавочную стоимость, которая на основании экономических законов капиталистического производства, ну и, соответственно, юридических. Ведь экономические законы обличены в юридическую форму, то есть, здесь никакого обмана нет. Он присваивает эту самую прибавочную стоимость. Значит, необходимое рабочее время и прибавочное рабочее время. За необходимое рабочее время создаётся какой продукт? Необходимый за прибавочное – прибавочный. Поэтому, скажем, отношение прибавочной стоимости к заработной плате или к переменному капиталу характеризует норму прибавочной стоимости. Её можно также ещё, эту формулу изобразить, как отношение прибавочного рабочего времени к необходимому рабочему времени. Или прибавочный продукт к необходимому продукту. Почему норма прибавочной стоимости называют точным показателем степени эксплуатации? Собственно, потому что она и показывает то количество неоплачиваемого труда, которое присваивается. Ну да, правильно. Что такое эксплуатация? Вот тут есть присвоение. Присвоение, да. Точный показатель, точное отношение. У вас вопрос? Да, необходимый, это имеется в виду, необходимое для обеспечения себя. Да. Рабочевой семьи. Вот, что я оставляю себе, своей семье, а что я отдаю? Не отдаю, а присваиваю. Присваивает. Значит, каждый год мы рассчитываем норму прибавочной стоимости. Я сегодня рано утром зашёл на сайт одной очень крупной компании. Называется ПАОННТП. Расшифровано. Публичное акционерное общество. Новороссийский морской торговый порт. Мы лет пять назад считали норму прибавочной стоимости по нему. Вдруг я обнаружил, что они опубликовали свежие данные. Вот, годовой отчёт за 2023 год и ряд финансовых документов, бухгалтерских. Поэтому, пожалуйста, на свежем примере отдельных предприятия. Значит, здесь такой показатель – воловая прибыль. Ну, это что такое? Вот предприятие изготавливает какую-то продукцию. Ну, в данном случае разгружает, погружает какие-то товары на корабли. Это тоже производительные тут. Капиталист тратит издержки производства, то есть постоянный капиталопеременный капитал. Добавляется прибыль. Получается цена производства. Ну, прибыль, средняя прибыль. Цена производства. Цена производства – это вот та цена, по которой все его товары произведённые продаётся на рынке. И получает он выручку. Выручка. Вот всё, что за год они поручили – выручка. Я здесь написал, видимо. Надо было показать ещё и выручку. Можно. Можно показать выручку. Ну, во всяком случае, вот если из выручки. Значит, выручка от продаж – 29 триллионов рублей. 29 триллионов. Себестоимость получается… Миллионов или миллиардов? Миллиардов, извиняюсь. Миллиардов. Я вот сюда посмотрю. Миллиардов, конечно. 29 и 2 десятых. Они пишут себе стоимость продаж, но это некорректный термин. Себестоимость – это категория политической экономики, экономики, социализм. Здесь надо брать издержки производства. 11 миллиардов. Значит, из выручки отнимаем издержки производства, получается воловая прибыль. Вот такая цифра. Пятый зачёт. Ну, тоже там всякое накрученное. В этой воловой прибыли у них почему-то учитывается амортизация. У нас же воловая. Поэтому и учитывается, естественно. Ну, совсем правильно. Потребление основного капитала по системе национальных счетов обязательно должно учитываться. Амортизация. Не читайте на ночь, гражданские экономики. Нет, нет. Будут кошмары сниться. Нет, уважаемые, не надо считать. Вот. Надо не считать, чтобы сражаться с ними грамотно. Сначала марцы почитаем. Марцы следующие. Это же просто. Я внизу сейчас. Ну, воловая же сказана воловая. Прибыль. Кричевое слово «прибыль». Вот я сейчас вам поясню. Там амортизация сидит. Воловой прибыли. Ну, туда много чего можно снять, да? И вообще сказать, что... Ну, источник амортизационный фонд можно спокойно распределять на другие направления. Поэтому они воловую пишут. Точек зрения много. А истина одна. Распределять. Есть не может. Распределять. Они как хотят, так распределять. Я понимаю. Я буду на работе это называть так. Так. Это плюс, а не множе. Значит, стоимость продукции, любую. Стоимость любого товара, в том числе капиталистически произведенного, складывается из трех компонентов. С. Затраты постоянного капитала. В. В. Заработная плата работчиков. Плюс М. Прибавочная стоимость. Вот эта самая прибавочная стоимость на поверхности явлений в голове капиталиста выступает как прибыль. Прибыль. Амортизация сидит вот здесь. Амортизация это явление связано с износом основных средств производства. Причем части средств производства. Таких основных. То есть танки, оборудование, здания и прочее, прочее, прочее. По мере производства они изнашиваются. И в процессе износа переносится рабочая часть вот этой стоимости на готовые продукции. Это называется амортизация. Вот она здесь висит. То есть, строго говоря, амортизация, она в издержках производства должна быть. А прибыль на отношении недалеко. Это специальное дело для того, чтобы запутать многих людей. Поэтому здесь нет. Но вот у них сидит. Естественно, он должен убрать ее. Правильно? И вот получается, вот если из 17 миллиардов отнять амортизацию, получается вот эта сумма. 14,4 миллиарда рублей. Назваем это прибавочное стоимость. И там еще масса хитростей есть. Я уже не буду сейчас говорить, чтобы не для того, чтобы вот эту идею провести. Значит, вот эту цифру запомнили. То есть, собственники Новороссийского морского торгового порта в 23-м году зафиксировали вот такую прибавочную стоимость. Дальше. Почему я все время к ним обращаюсь? Это одно из немногих предприятий, которые в своей статистике, в своей отчетности дают цифру рабочих. Потому что, если вы зайдете на сайт Росстата, Федеральной службы государственной статистики, там тысячи всяких показателей, чтобы найти рабочих, вам придется очень потрудиться. Там чего только нет. Ну, понятно, все работники, поделенные по возрасту, по образованию, мужчины, женщины, только нет, по-моему, по цвету волос, но они, может быть, до этого дойдут. Рабочих, наверное, нашел в двух пунктах. Выборочное исследование средней заработной платы и еще. Они дают. Так вот, у них рабочих 1960 человек. Дают понятие средней зарплаты. Ну, другого у нас нет, мы не знаем, сколько рабочих получают. Мы будем считать, что они получают среднюю зарплату. Вот это умножаем на среднюю зарплату, умножаем на 12. У меня проверьте на всех случаях. Вот получилось, что годовой фонд оплаты труда рабочих, то есть заработная плата рабочих, которые создают прибавочную стоимость, Новороссийского морского торгового порта составило 1 миллиард 969 миллионов рублей. Это фонд оплаты годовой. Соответственно, мы можем рассчитать, у нас есть все показатели, чтобы рассчитать норму прибавочной стоимости, которая, есть отношение прибавочной стоимости к переменному капиталу или заработной плате. Выражается она в процентах. То есть берем прибавочную стоимость и соотносим вот с этой величиной. Правильно? Сколько получается? 730 процентов. А если мы возьмем рабочий день, даже нормальный, 8 часов, то сколько получается докер морского порта в Российске работает на себя, сколько на капиталиста? Получается, в чем меньше часа получается. В чем меньше часа. Совершенно нет. А скажите, вот в рабочие директора входят? Нет. Нет. Только рабочие? Конечно. Нет, все, кто на оплату. Это хороший вопрос и правильный вопрос. Значит, кто такие рабочие? Кто может сказать? Кто-то непосредственно. Кто-то непосредственно создает товар. Продукт. Два критерия. То есть, целесообразное воздействие на вещь и непосредственное. Вот если я даю команду вам, вот идите за станок изготовьте. Я рабочий? Нет. А почему? Потому что между собой. А вот вы рабочий. Есть я. Там есть тонкие моменты, есть пограничные состояния. Ну, вы, наверное, не застали эти времена, когда мы приходили в магазин, стояла продавщица. Ее попросили колбаски отрезать. Вот она нарезала колбаску, взвешивала, расплачивалась. Вот когда она нарезает колбасу, она кто? Рабочая. Рабочая. А когда денежки берет из себя? А уже собирают. Рабочая. Много пограничных состояний. То есть, вот в эти 1960 человек ни бухгалтерия, ни кто никуда. Только рабочая. Совершенно верно. Значит, штатная численность, они указали, 3586 человек. Рабочие, я надеюсь, что они в рабочие указали тех, кто непосредственно воздействует на вещь. Хотя в нашей статистике буржуазной, российской, под рабочими понимаются люди преимущественно физического труда. Это не совсем верно. Вот один критерий простой. Непосредственно воздействие на вещь. Это критерий производительного труда, соответственно, рабочего. Это не значит, что мы умоляем всех остальных. Врачей, учителей и так далее. Вопрос. Я такой вопрос вам привезу. Тилер убивает человека. Скажите, пожалуйста, вот киллер, непосредственный производитель убийства, он вообще убийца, а остальные как? Они, что не участвуют в убийстве, заказчик, а уголовные органы, прежде всего, заказчика. Так вывод какой? Дальше шофер, который подвозил киллера. Мне сейчас стало казаться, что все-таки к производству прибавочной стоимости надо допустить и остальных людей, которые участвуют в производстве. Понятно. Прежде всего, без бухгалтера рабочий не обойдется. У тебя бухгалтер сейчас закачивают. Московский финансово-промышленник обойдется. Пожалуйста, Григорий Александрович. Позвольте отвечу. У Маркса, если вы читали «Капитал», у него об этом написано и есть понятие «совокупного рабочего», о котором мы как раз и говорим в целом коллективе. Совокупный работник. Совокупный работник, который все это делает, если его рассматривать в целом. Но если мы рассматриваем непосредственный, какой-то конкретный процесс труда, то там именно рабочий производит. Все остальные сопутствуют этому. А кто-то может мешать. Подводим черту, я как преподаватель. Первое. Еще раз напомню. Критерии производительного труда. Вот фундаментальное базовое определение, из которого вытекает понятие рабочего. Непосредственное воздействие, целесообразное воздействие на вещь. Убийца или киллер, как вы его назвали, он на вещь воздействует или на человека? Нет, все уже. Откидываем это дело. Это первое. Уже не относится к рабочему по этому критерию. Второе. Участие в создании прибавочной стоимости. Вот каждый год спотыкаемся на этом месте. Но если для тех слушателей, которые сейчас пришли, это понятное дело, мы не рассматривали. Это надо, чтобы понять это дело, надо прочитать не только первый том капитала, где говорится о производстве прибавочной стоимости, а третий том капитала, где говорится о том, как прибыль распределяется. Это разные, связанные, но разные вещи. Понимаете? То есть, базовая посылка одна. Прибавочная стоимость создается трудом рабочих. Ну, которые являются, естественно, наемными. Они продают свою рабочую силу при капитализме. А вот прибыль, я вам даю понятие прибыли по Марксу. Прибыль – это превращенная форма, превращенная, не извращенная, некоторые путают. Превращенная форма прибавочной стоимости, выступающая как порождение всего авансированного капитала. Вот оно в чём различие-то. Вот прибавочная стоимость, а там внутри, в сущности, лежит, она на поверхности не видна. А на поверхности прибыли различные формы. Так вот, певица, которую нанял, антрепренёр капиталистический, она приносит капиталисту прибыль, а прибавочную стоимость нет. И киллер прибыль приносит, возможно, кому-то, но не прибавочную стоимость, а как происходит распределение этой самой прибавочной стоимости. Вот создали докеры прибавочную стоимость. Вот её получил кто? Собственник вот этого порта. Это первичное распределение прибавочной стоимости. А вся прибавочная стоимость, созданная в обществе за год, называется национальный доход. Есть такое политэкономическое понятие – национальный доход. Так вот, первичное распределение национального дохода – это вот это. Национальный доход – это, извиняюсь, прибавочная стоимость и заработная плата. Вот капиталист выплатил докером заработную плату – это первичное распределение. А что происходит дальше? Вторичное распределение. Что должен сделать капиталист, кстати, и рабочий? Налоги должен заплатить? Погодите. Да, совершенно верно. Налоги, по порядку, там много чего наберут. Налоги платят, так сказать, государство. Вот рабочие зарплаты заплатили и капиталисты. Это попало в общий котёл капиталистов. Это раз. Проценты должен заплатить промышленный капиталист банковскому капиталисту. Откуда источник? Источник вот этой прибавочной стоимости. Вот отсюда он платит. Это вторичное распределение. И банковский капиталист – банкир. Он получает прибыль. Для него это прибыль. Кстати, какая формула движения банковского капитала? Деньги, деньги, штрих. Совершенно верно. Это самая фетишизированная, вот у Марса такой термин, фетишизированная форма капитала. Почему? Потому что никакого источника не видны. Деньги, которые порождают сами по себе деньги, потому что они деньги. Вот. Какая там прибавочная стоимость? Какая эксплуатация? Вот я такой умный, такой ловкий, предприимчивый. Я деньги дал, за мной получил банковский процент назад. Вот оно. Никакой эксплуатации нет. Это ваши выдумки вместе с Марксом. Так отвечает. Вторичное распределение. Есть третичное и так далее. Вот рабочий получил заработную плату, тоже налоги заплатил. Пошел к стоматологу. Ему вылечили зуб. Он что отдал? Заработную плату. Правильно? Распределение. Стоматолог получил, выполнил услугу, получил. Ну что, за нее плату. То же самое капиталист. Это вторичное, третичное и прочие виды распределения вот этого национального дохода. То есть в источник-то один прибавочная стоимость, которую создают наемно-рабочие. А вот дальше она распределяется. Как распределяется третий том капитала? Пожалуйста, берите и читайте. Там все расписано. Идем дальше. Давайте рассмотрим, как функционирует капиталистическое производство в наиболее обобщенном виде, в чистом. Вот все это в первую сторону, в сопутствующие моменты, которых очень много, с точки зрения капиталиста. Значит, капиталист купил средства производства, потратил деньги на рабочую силу и пустил их в дело, соединил. Идет процесс производства. Создаются товары. Кому они принадлежат? Капиталист. Он их продает, получает выручку. Что он должен сделать? Отдать заработную плату рабочих. Правда? По трудовому кодексу как у нас? Раз в две недели как минимум. Отдал. Он честный. Причем даже, можно сказать, по стоимости рабочей силы. Не по заработной плате, да. Дальше, если все будет честно. Давайте вернемся до перерыва. Если он будет честно, то они смогут... Значит, вот давайте. Предположим. Знаете, у докеров сильный профсоюз. Профсоюз докеров России. Здесь у нас первый контейнерный терминал. Выдающийся, блестящий коллективный договор. Здесь тоже. Предположим, коллективной борьбой рабочие добились повышения заработной платы не на 5%, не на 10%, а на 2 раза. Можно предположить такое? Конечно. Можно. Что изменится вот здесь вот с точки зрения капиталиста? Ну, округлим, да, здесь 2 миллиарда. Значит, здесь будет сколько? 4? А здесь будет 12. А, да, да. Прибыль меньше бывает. 12 на 4, сколько? 300. 300 процентов. 300 процентов – это колоссальная норма прибавочной стоимости. Колоссальная. А можно ли еще раз, почему 12? Ну, потому что, что такое прибыль? Это что такое? Выручка минус расходы, по-простому. Заработная плата идет в расходы. Поэтому, вот при заработной плате 2, я округляю, 2 миллиарда рублей, выручка вот такая, по факту. Если она будет 4 миллиарда, то, соответственно, прибыль, ну и прибавочная стоимость уменьшится на 2 миллиарда. Понятно? Но если в 3 раза увеличить. Возможно такое? Вот в 3 раза почти стоимость рабочей силы. И сколько здесь будет? 6? Надеюсь, будет сколько? 6. 10? 10 на 6 сколько? 1 на 6. Больше 100 процентов. Это тоже огромная... 50 процентов. 150 процентов. Это огромная норма прибавочной стоимости. А какое оно должно быть, с вашей точки зрения? У нас вообще никакое не должно быть. Нет, вот это все, вот это все должно принадлежать обществу. Социалистическому. Ну, мы, кстати, можем с вами пофантазировать, не пофантазировать, а сделать расчет. Вот какая у нас прибыль. Интересно, давайте потратим время. Сейчас я найду. Если не ошибаюсь, прибыль капиталистов за прошлый год составила, но больше 30 триллионов рублей, это точно. Нарядка, наверное, 34. Сейчас я могу даже здесь у меня есть эти цифры. Значит, 38,3 триллиона рублей. Прибыль капиталистов за прошлый год. И сейчас запись, это самая оптимальная. Ее не должно быть в принципе. Да, я хотел сказать, что это категория капиталистического способства, а при социалистическом... Не будет, она теряет смысл. Ну да, интересность. Да, интересность. И деление времени рабочего продукта на необходимую прибавку не теряет смысл. Но возникают другие проблемы. Что вот из всего этого, ну, скажем, заработную плату получили, вот это, назовем так, в кавычках, да, прибавочная стоимость или прибавочный продукт. Надо что выделить? На средствах нетрудоспособных надо выделить? Надо. Страховые фонды нужны? Нужно. На накопление нужно отправить? Нужно. И много чего получается. Ну, давайте потратим еще две минуты. Вот 38,3 триллиона рублей получили капиталисты. Российские в прошлом году. Это чьи деньги? Кто им распоряжается? Капиталисты. Ага, это правильно. Значит, они должны заплатить тогда еще 20% или это уже чистая прибыль государству. Налог на прибыль. Нет, это грязная прибыль. Значит, 20% от них. Сколько получается? 7,6, да? Больше 30 триллионов рублей чистой прибыли. Вот что хочу, то и делаю. Есть класс капиталистов. Вот они, что хотят, то и делают. Если бы не было класса капиталистов, не было бы капитализма, вот эта сумма бы была бы общественная прибыль. В том числе. В том числе. Вот из этих 30 триллионов. Ну, хорошо, сколько сейчас стоит? Я напомню вам эти цифры. Значит, в РСФЦР и шоферирует СССР. Скажем. В 80-е годы. Тогда уже был переходный период от социализма к капитализму, но еще общественные фонды потребления еще действовали, так сказать. По старинке. Сейчас только подчищают капиталисты остатки. Ну, сколько сейчас стоит квартира? Скажем. Трехкомнатная квартира. По себестоимости. По себестоимости, конечно. Ну, сколько? По-моему, там цифры были 50 тысяч за квадратные метры где-то. Я не беру Москву, конечно. Ну, пускай 5 миллионов рублей себестоимость. Так? Там еще государство очень много берет за землю. То есть само строительство и неосредственное сходство стоит. Значит, ежегодно 2 миллиона семей. Сколько 2 миллиона умножить на 5 миллионов? Сколько получается? 10. 10 триллионов, правильно? Да. Вот сейчас государство бесплатно дает 100-120 тысяч квартир. Не знаю, кому. Вот из 30 триллионов рублей можно выделить 10 триллионов, чтобы каждый год строили 2 миллиона квартир и бесплатно раздавали граждан? Можно? Нет. Почему же нельзя? С точки зрения нельзя молнивать. Да с точки зрения будущего общества, социалистического, которое у нас было. Конечно, можно. Что-то его делать. Вот капиталисты это не удавится, не дадут. И нельзя претензии предъявить, это не наши деньги, так сказать. Не деньги рабочих, не деньги врачей, это деньги капиталистов. Честно, в кавычки, заработанные. Можно выделить. Скажем, 10 триллионов отправить на развитие производства. Сколько-то триллионов отправить на бесплатное образование, на медицину и так далее. То есть вот, если бы это принадлежало всему обществу, то есть можно было бы направить на общественные интересы. Сейчас на них идут, сейчас на их территорию. Все как положается. Делаем перерыв. Кто у вас, вопрос? Да, у нас просто возник... Давайте. Ну, просто возникли больше спорта, соответственно, от того, что при капитализме, ну, я уже даже, что при социализме, как раз такие товары, технологические, все остальное, оно как бы на класс несколько выше. А мне остается, что при капитализме, без того, что вся эта конкуренция существует, они вот улучшают там 15, 20, 30 айфон, а вот при социализме был бы один качественный, да, на 40 лет, условно говоря. Идут по верхам товарищи. Давайте мы по сути-то... При социализме товаров, как политэкономической категории, нет в принципе. А при капитализме продукты имеют форму товаров, потому что они, товар это вещь, предназначен, продукт труда предназначен для обмена, на продажу. Вот цель. А при социализме это продукты труда, которые идут на общественное потребление, как вы сказали, Владимира Ильича прочитали, не через рынок. Да, не через рынок. На общественное потребление идут. И категория при социализме продуктов труда непосредственно общественный продукт. То есть, удовлетворение общественных потребностей, они не учат. Можно так. И цели разные. Если цель при капитализме получения прибыли или прибавочной стоимости, цель производства. И вот мы видим это все. И она подталкивает капиталистов. А при социализме цель, очень такая благородная, обеспечение полного благосостояния, свободное всестороннее развитие всех членов общества. Потом вот еще они навязывают потребности сами. И сами их удовлетворяют. Ну, это уже другие моменты. Здесь вот по сути. А то, значит, где более, скажем, как продвинутые товары там или продукты, это определяется конкретной обстановкой, конкретной стране, конкретный период исторического развития. Ну, ведь Россия, скажем, ну, буржуазная Россия в 17-м году, она была слабым звеном цепи империалистических государств. Слабое звено, как, среднеразвитой там страной была, ни отнюдь, ни передовой. А сельское хозяйство вообще было отстало еще феодальными пережитками. Поэтому, если кто-то думает, что вот совершается социалистическая революция, когда 7 ноября свершилось, значит, 8 ноября будет полное изобилие продуктов, не будет преступности, не будет бандитов, киллеров, проституток и прочее, прочее. Ну, это, конечно, не так. До этого надо еще идти. Правда ли будет тезис, соответственно, что при более сильной социалистической экономике будет и соответствующей большим выбором тех самых... Ну, конечно, конечно. То есть для жителя условной, там, Киргизской ССР, ГДР – это очень невероятнейший, там, клибескоп. Вот берите пример нынешний. Значит, Китайская Народная Республика. Мы ее называем социалистической страной, поскольку политический строй социалистический. А в экономике, а экономика – это базисное отношение, серьезное, фундаментальное. Китайская Народная Республика находится в переходном периоде. А переходный период характеризуется кусочками и социализма, и капитализма. Там есть государственный сектор, коммунистический сектор и капиталистический сектор. Но в любом случае даже, какие там темпы развития, скажем, к чему она идет и как, так сказать, обгоняет. Вот. Если правильно поставить дело, то можно достичь тех высот, которые сейчас имеют высокоразвитые империалистические государства в Агнатех. По-моему, года 3-4 назад официально с трибуны партийного съезда было объявлено, что Китай ликвидировал нищету. Вот представляете, это же кто-то там говорит, да ну, у них там нищих полно было. Это колоссальное достижение. Миллиард 300 миллионов, если не ошибаюсь, да? Да, да, да. Вот им понадобились эти, скажем, одно-два десятилетия, чтобы не было голодных. То есть в какой, так сказать, был этапе развития и стадии нищета процветала? Сейчас они это ликвидировали. Вот у нас строят жилой район, где жемчужина, знаете, там, на берегу. Что? На юго-западе город. Да, на юго-западе. Там порядка миллиона квадратных метров, по-моему, жилья и всего прочего. И это к этому делу привлекали китайских инвесторов. Теперь мы называем социалистических. То есть для нас это большой проект. А для них сейчас это разминка. Так. То есть они на порядок ушли. Я где-то слышал. У нас одна высокоскоростная магистраль-дорога, правильно? А у них огромная территория, вот так вот. Север на юг, с юга на север, с запад на восток. Перекрытые. По-моему, она еще не настолько скоростная. И это есть. Да, она еще не настолько скоростная. Так или иначе. Есть хотя бы одна. Есть. Давайте пойдемте, я думаю. Значит, у нас капитализм на дворе. Вот давайте разбирать его. Кто такой капиталист, кстати? Это обеществленный капитал. Персонифицированный. А, персонифицированный. конечно. Хорошее понятие, да? Персонифицированный капитал. А капитал это самая первая, самая возрастающая стоимость. То есть капиталисты у нас не потому неплохие, что вот такие родились, да? Потому что закон капитала. Да, такой и есть. Он такой. И то, что внутри капитала в базисных отношениях преломляется в голове. Вот у него все, все больше, больше, больше прибыли, соответственно, его капитал разбухал, разбухал, разбухал. И разговоры-то у них я не слышал, конечно, но догадываюсь, как пишут в прессе, показывают. Я стою миллиард долларов, а я 10 миллиардов, вот пускай. Это дело. Значит, капиталист, который соответствует своему понятию, что должен делать? Увеличивать стоимость, ну, как это, возрастать капиталом, что капиталом... Это второе. А первое. Вот он бросил дело, средства производства и рабочие силы. С рабочей силой расплатился. Даже нанял их на следующий период. А что со средствами производства? Вот мы продолжаем. Значит, идет износ. идет износ потребительных свойств, станков, оборудования. И рано или поздно они выйдут из строя, износятся полностью. Что нужно будет сделать капиталисту? Купить новые. Товарное производство капиталистическое выработало этот механизм. Вот он называется амортизацией. Когда каждый год, каждый месяц сидит бухгалтер и заносит необходимые цифры свои книги. То есть правительством приняты нормы амортизационных отчислений. Где вот такой толстый грозбух, где все это мертвые средства производства разбиты по видам и по подведам, скажем, и так далее. Где написано, какие нормы амортизации должен относить на расходы, то есть на издержки производства. Условно говоря, вот стоит станок, срок службы у него там 10 лет. Стоит он миллион рублей. Значит, что должен делать капиталист? Каждый год десятую часть вот этих амортизационных отчислений относить на расход. Делать. Так вот. Вот в этот год 100 тысяч, следующий год 200 тысяч. Значит, к исходу 10-го года, когда станок уже все не сможет работать, у него будет миллион рублей, на которые он может купить новый станок. Такой же. Я сейчас не беру тонкости этого процесса, есть понятие ускорена амортизация, прочее и так далее. Пока вот как бы идею, чтобы уловили. Вот амортизация. Это первое, что он должен сделать. и то, что вот эти деньги, которые направляются на восстановление имеющих средств производства, они характеризуют простое воспроизводство. Простое, то есть в неизменном масштабе, повторяющийся. Вообще для капитализма свойственно расширенное воспроизводство. Это же форма развития производительных сил более прогрессивна, чем феодализм или рабовладение и так далее. Как идет расширение производства? Закупаются новые станки и За счет чего? За счет чего? За счет прибавочной стоимости. Совершенно верно. Вот за счет вот этой самой прибавочной стоимости, которую получают капиталисты. Вот владельцы, собственники Новороссийского морского торгового фото получили в 23-м году вот такую пускай валовую прибыль, чистую, пускай заплатили налог на прибыль 20% государства. Что он делает с этой огромной прибылью? Если почти 2000 рабочих зарплату имеют 83 тысячи, 2 миллиарда рублей, здесь получается больше 10 миллиардов. Куда он должен их направить? По идее расширить орбит. первым делом он должен направить на удовлетворение своих потребностей. Нет, потребности не что-то, потребностям рабочих, так вот? Но это нас не касается. но часть, поскольку, я повторяю, речь идет о капиталистах, которые соответствуют своему понятию. Не те временщики, которые пришли завтра, все это, разрушили, ушли, которые смотрят на будущее. Он должен расширять свой капитал. За счет чего? Совершенно верно. Часть прибавочной стоимости надо направить на добавочные средства производства, на добавочную рабочую силу. Этот процесс называется накопление капитала. Или, иначе говоря, капитализация части прибавочной стоимости. А это цифры в целом по России. И вот таким образом идет накопление капитала. Расширяется производство, привлекаются новые рабочие. Я пока не беру вопрос классовых противоречий сейчас речи, неразрешимых в рамках капитализма. Но, во всяком случае, идет не разрушение, а развитие того же капитализма. Развитие капитализма. Ну, вот интересную статистику, которую я веду с начала двухтысячных годов. Ну, что получается? Сейчас взял 2007 год. 16 лет. Вообще цикл жизни, нормальный цикл жизни средств производства в основных фондах где-то 10 лет. Раз в 10 лет надо менять. Иначе капиталистов раздавят другие капиталисты. Значит, за эти 16 лет в амортизационный фонд наши российские капиталисты, причем речь идет о коммерческих организациях, отправили, 93,8 триллиона рублей. Ну, цифры хорошо запоминались, почти 100 триллионов. Чуть-чуть не хватает. Чистые прибыли они получили более 200 триллионов рублей. Но в наших условиях нужно на инвестиции направлять не меньше половины. Это вот такая сумма. То есть, в целом, за 16 лет капиталисты у себя скопили вот такую сумму более 200 триллионов рублей, которые предназначены на восстановление потребленных средств производства в ходе производства и на инвестиции. Факт. Это статистика Росстата. Можете зайти посмотреть, меня проверить. И вот эти средства называются собственные средства капиталистов. Ну, понятно, собственная амортизация, его собственная прибыль чистая. Ну, собственно. Фактически использована за эти годы вот такая сумма 104 триллиона рублей. Как бы я его называю неиспользованный остаток. Ну, около 100 триллионов рублей. Вопрос. Вот где вот эти деньги? Меня начинает, как известного киногероя, терзать смутные подозрения. Ну, мы же должны доказать эти подозрения. Ну, считаем, что капиталисты у нас такие основательные, им надо хорошенько подумать, рассчитать. Тем более, что амортизация, это не значит, что в этом году начисленную амортизацию в этом же году должен их потратить на приобретение. Конечно, нет. Ну, если срок службы станка 10 лет, он должен 10 лет копить часть. Часть уже, но поскольку у нас срок 16 лет, то значительная часть должна быть уже потрачена на восстановление потребленных средств производства, а какая-то часть должна быть. давайте сделаем предположение, что они у нас настолько основательные, торопливые, что вот эти 100 триллионов рублей держат, они где должны быть? Ну, банк. Не под подушкой же в наличке, в наличке у нас ограничительные расчеты. Значит, в российских банках. Заходим на сайт другой организации Центрального банка, там дается статистика. на 1 ноября 2024 года все депозиты юридических лиц в стране, депозиты, это срочные вклады, по которым выплачиваются проценты. Юридические лица все юридические лица организации составляют тоже сумму 35 триллионов рублей. Ну, еще порядка 19 триллионов на расчетных счетах, но это так называемые оборотные средства, надо выплачивать налоги, выплачивать заработную плату, покупать сырье, оплачивать электроэнергию и так далее. Значит, разница, сколько получается? 65 триллионов рублей. Вот нет ее. В Акшорах. Правильно. Сразу в точку попали. Совершенно верно. На протяжении трех десятилетия, четвертого десятилетия, вот это было системно. Вот эти все деньги, ну, не будем брать это, они, налоги, в Акшорах. И цифры совпадают. Ну, сколько 65 триллионов рублей? 64, я округляю. Если курс доллара у нас сейчас 90 рублей, сколько будет приблизительно? Довольный стоп можно считать 64 миллиона, 2 миллиарда. Вот такие-то. Триллионы. 640 миллиардов долларов. И цифры, скажем, Академия Глазиев, это буржуазный экономист прогрессивный, называет цифру триллион долларов. Я недавно читал один из исследователей на Западе, называл цифру 900 миллиардов долларов. Вот это огромная сумма, огромная, они все там. годовой бюджет нашей страны какой сейчас? 35 триллионов рублей. Ну, почти два года могли бы жить на эти деньги. Вся страна обслуживает и оборону, и врачей, и учителей, социальные фермы, производства и так далее. Вот все деньги вот там. Вопрос. И этот вопрос не решается. Мы от имени фонда рабочей академии делали предложение, управляли президенту Российской Федерации, в политическом. Вот второй пункт, что нам делать с амортизационными отчислениями. Ну, если наши российские капиталисты ну, не могут, все туда гонят. надо сделать таким образом и два варианта. Либо какой-то банк сделать единый государственный, где бы все капиталисты держали эти деньги. А потом по первому их требованию я хочу инвестировать в производство. Пожалуйста, возьми. Еще и проценты капают. Либо на каких-то отдельных специальных счетах там во всех, коммерческих банках. Это во-первых. Во-вторых, вот за то, что деньги предназначенные на восстановление основных фондов тратишь на иные цели здесь это явно мы видим, у нас никакой ответственности не установлены. Задаю простой вопрос. Законы можно нарушать? Ну, чего этого нельзя? Какая-то странная нарушение. По-другому. Нет, какой может. По-другому формулирую вопрос. В каких случаях можно нарушать законы? Что и сразу называть? Это наказание. Первое, совершенно верно. Тогда ничего не будет. Второй случай. Если он боится наказание. Нет, нет, нет. Второй случай непростой. Когда выгода от того, что ты нарушил закон превысит наказание. Значит, никаких санкций, никакой уголовной ответственности за это не установлены. Поэтому я спокойно туда деньги перегоняю. Причем я более уверен, что здесь не только деньги, которые предназначены на инвестиции. Здесь и часть невыплаченной заработной платы, и часть амортизационных числений. Вот, все это туда уходит. Значит, вот первая наша проблема. Проблема российской экономики, которая вот в 40-е лет идет, и она пока не решается. Так, мы идем дальше. Вот есть такой замечательный документ. Я распечатал, даже в прошлом году лекцию читал в другом месте. Такое название. Я прочитаю сейчас. Называется «Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года». Замечательно. Ночью кто-то может спорить сейчас, даже в эпоху империализма, то есть и в период государственно-монополистического капитализма, что можно какой-то стране либо каким-то капиталистом жить без плана. Нельзя, конечно. Нельзя, конечно, сейчас. Настолько сложные, скажем, связи в экономике и прочее, прочее, ну как без плана. Ну а план это совсем короткая определенность. Система заданий, да, задание такое обязательное к выполнению требований. Я сейчас не беру вопрос, кто устанавливает план. Возьму любую крупную компанию, особенно монополию, там обязательно есть план. Другое дело, что в рамках капитализма, это же экономика основана на частной собственности, что сделать национальный план, вот как здесь написано, это невозможно в принципе. Вот в рамках социалистической экономики это только и так может развиваться. Там общественная собственность на средства производства, единая собственность, единый государственный план, и мы знаем эти пятилетки, наше советское слово, вошедшее в историю и мировой язык. Долгосрочный план, план ГАРЛО первый, прототип долгосрочного плана развития народного хозяйства. А что может делать капиталисты? Могут, только не строятся, тоже планы. Могут. Значит, первое, в рамках государственного сектора экономики. Есть же национализированные предприятия, очень приличные государственные секторы экономики. Можно сделать план? Буржуазное государство можно сделать план? Конечно. Это первое. А для частных капиталистов? Загрузить бы заказ. Совершенно верно. То есть, само развитие капитализма выработало такой инструмент, государственный заказ. Вот если государству что-то нужно, оно делает заказ, частников, сделает то, а ты вот это, мы тебе оплатим, создадим все необходимые условия. И вот таким образом будет создан ну некий, скажем так, план. Не общенациональный, но какой-то. Второе. Есть такое понятие программа. Программа это такой инструмент, даже нельзя назвать вид плана, который охватывает какой-то сектор, какой-то кусочек экономики, какой-то отдельный вопрос. Может буржуазное государство установить, разработать, утвердить программу, профинансировать ее и выполнить? Конечно. Да, постоянно. Конечно. И таких программ очень много. Ну вот вопрос такой. Значит, вот есть Российская Федерация, есть крупнейшая мировая держава империалистическая, лидер этого мира Соединенных Штатов Америки. Но если программа это прогрессивный метод управления экономикой, который соответствует периоду, этапу государственно-монополистического развития, передовой, дают две цифры. Значит, сколько действовало программ на начало в 2010 году в Соединенных Штатах Америки? Что за там несколько тысяч? Две тысячи, совершенно верно. Две тысячи программ. Причем они были взаимоувязаны в натуральном плане и на 50 лет некоторые есть. По судостроению, например. Есть, конечно. Но самое главное, они полностью финансированы. Полностью. Сколько государственных программ в Российской Федерации? Есть сайт специальный, можете зайти, посмотреть, поинтересоваться. горячо, в известной игре горячо, не более 50. Причем я не уверен, что они все профинансированы. Ну и давайте так, вот Российская Федерация находится в конкурентной борьбе, в жесточайшей, в жесточенной борьбе с крупнейшими, периодистическими, другими державами, крупными, в Крежице в Соединенных Штатах Америки. Вот там 2000 программ, а здесь 50. Ну, кто кого победит в этом плане? Конечно. Возвращаясь к этому единому плану, название замечательное. Ну, вы понимаете, что это, во-первых, вот не может капитолин сделать единый план. Поэтому я решил, хотел сразу выкинуть в сторону, решил посмотреть. Там много написано, предложения, вот первый же показатель. Здесь показатели, характеризующие достижения национальных целей развития на плавный период до 2030 года. Вот посмотрите, я сейчас прочитаю, сформулирую, как вот люди могли такое писать. Называется «Сохранение населения, здоровья, благополучия людей». Это национальная цель. Благородная. Я только всячески поддерживаю. Первый показатель «Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации». Вы против? Я за. А вот теперь посмотрим цифры, которые даются. Все цифры отрицательны. В 2024 год минус 256,7 тысяч. Это не прирост, это оба. И только в 2030 году предполагается будет плюс 78,3 тысяч человек. То есть на 145 миллионов это ничто. Вот я закрыл. Ну как вот можно писать? Это другой вопрос за счет чего? И мы понимаем, что есть естественный прирост населения, есть миграционный. Естественно, в любом случае отрицательный. Но как вот можно ставить план по обеспечению устойчивого рост населения это правильная цель? Ну забивать отрицательный цель. Вот я это никак не могу понять. И как это принимается правительством, он утвержден правительством и так далее. Российская Федерация, видите, шаг. Ладно, не будем над ними. Значит, что касается программы. Несколько было попыток за три десятилетия сделать. Закон принят о стратегическом планировании. Попытки делать ту программу развития и так далее. До конца ничего не доводили. То есть, видимо, вот эти мысли в головах и так называемое либеральное лобби всегда брало вверх. Но жизнь заставляет вот здесь вот серьезные изменения проводить. Вот мы упоминали. Началась специальная военная операция и выяснилось, что без программ, без планов хоть каких-то вообще невозможно. поэтому, когда я здесь почитал, здесь такой вице-премьер Мантуров. Неизвестно. Вдруг он заявляет. Не хочется хвалиться, но могу сказать, что мы начали набирать и набрали темпы производства больше, чем страны Запада. И вот по отношению к нашему вопросу, который мы обсуждаем. Мы живем в рамках государственной программы вооружения плюс перспективной программы, которая должна будет утверждаться в следующем году на период 25-й до 34-й годы. Это замечательная мысль. Так, так вот, три десятилетия жили без плана, без программы, вдруг вот решили так, на 180 градусов поменяться, жизнь заставила. Потому что без этого и российское государство может и не быть. и плановый период, посмотрите, 25-й по 34-й годы, это сколько? 9 лет. Пятилетка, вот основной инструмент планирования в СССР, это ведь не долгосрочный план, среднесрочный, не, краткосрочный год, среднесрочный, причем не все определенные экономические и социальные вопросы укладывают в рамках пятилетнего плана. Ну, самое простое, подготовка врача сколько занимает лет сейчас? Семь. Шесть плюс двенадцать. Два, восемь лет. Ну, шесть лет обучения в университете медицинском, плюс два года ординатура, восемь лет. Только после этого может пойти лечить людей. Даже в рамки пятилетнего плана не вложить. Здесь девять лет, это уже серьезно. Ну, и дальше. Производство ОПК нарастил в десять-двенадцать раз. Колоссальная цифра. Хотят нарастить? Могут, ну, и так далее. Вот первое, мы сейчас обсуждаем программу, вот он назвал, вот ключевое. Не было программы, и все, шатковалка была. Появилась программа, и, значит, что-то там пошло. Не, ну, наверное, есть такие моменты. Ну, вот есть замечательный завод по производству автомобилей, уральский, на Урале. Урал. Автомобили Урал. Я почему на него обратил внимание, потому что, когда много лет назад служил Советской Армией, два года, я служил в артиллерийской части, у нас были гаубицы Д-30, и как раз их вот цепляли к Уралу. Отличные автомобили. Проходимые уже здесь, где шли по бездорожью. Замечательно. Так вот, в советское время этот завод выпускал, ну, назовем это в период СССР, последние годы, наверное, 90-й год, 31 тысячу автомобилей в Рауз. Это год, год, да. В 91-м году было собрано 31 тысяча 371 грузовик. Затем наступила перестройка, это период капитализации, когда капитализм встал на ноги у нас, стал ставшим наличным бытием, как сказал бы Михаил Васильевич. Выпуск автомобилей упал в 12,6 раза. Ну, все понятно. Кстати, вот начинаю жаловаться, есть такая торгово-промышленная палата Российской Федерации, такая организация, которая объединяет крупных капиталистов, средних класс капиталистов. Здесь в прошлом году на своем съезде заявляют, я цитирую, 30-летний путь сырьевой экономики привел к тому, что мы потеряли примерно половину той промышленности, которая досталась нам от Советской России. Спасибо хоть за честные слова. Потеряли, не потеряли, а разрушили, если правильно сказать. В 91-м году в Советской России действовало 33 тысячи крупных промышленных предприятий. За последние 30 лет количество крупных промпредприятий сократилось до 18 тысяч. Ну, считайте, почти в два раза. При этом износ основных фондов составил 52%. Ну, ладно, пожаловались, жизнь заставила. Ну, в 12,6 раз. И вот эти 30 лет, ну, считать, туда-сюда, еле-еле душа в теле, что называется, автозавод Уралжил. И вдруг вот попал под программы промышленную производство и так далее. Значит, в 22-м году уже собрано почти 10 тысяч автомобилей, в 23-м году 14 тысяч, и в этом году будет около 20 тысяч. Это резкий рывок, это же не на 5, на 10 процентов и так далее. То есть за советское время все равно еще не дотягивает? Конечно, нет. А можно еще спросить, вот эти детали, которые на этом заводе, они все наши или все импортные? Я этого не знаю, но периодически периодически проскакивает вот это нытье, что, да, вот проблемы. Например, вот у нас в Самаре много заводов было уничтожено. Сейчас остался какой-то цепп, но он собирает эти подшипники из детали, которые закупают в Китае. Это глобальная экономика. Раньше не от нас 6, а нас надо им шипников. Давайте мы закончим. Сейчас был как раз вопрос по ходу. Я очень люблю такие вопросы. Это говорит о том, что вот вы слушайте и вперед идете меня бежите. Откуда деньги? Мы на этом закончим. Первая часть вот надо возвращать. пока нынешнее руководство России не готово пойти на эти меры радикальные. Когда бы концентрировать деньги, предназначенные амортизационные отчисления на особых счетах банках и вести уголовную ответственность за то, чтобы использовать по целевому назначению. Пока этот вопрос не проходит. Второе. Ну, что прошло? Значит, основной источник доходов российского государства это, конечно, оттуда сырье угнали. Газ, нефть, металлы, разной степени первичной обработки. И вроде как шли поступления. Смотрите, что было придумано. Теми, кто руководил нашим, как бы сейчас сказали, финансово-экономический блок правительства, выдумали некую цену отсечения. Это вот следующее. Возьмем нефть. Вот там цены же входят вверх, вниз, на том рынок, конкуренция международная. Вот установили цену отсечения, скажем, 70 долларов. Это означает, что если российские экспортеры нефти получили больше, но конъюнтура такая сложилась в нашу пользу, получили 80 долларов, 90, 100 или больше, то все, что выше семей считалось токсичным или ядовитым. И это нельзя использовать в стране. То есть доллар или евро, которые поступили сверх цены отсечения, ядовитые, нельзя использовать. Поэтому спросите у них. Это либеральная догма, понимаете, вот из понятия догма. Вот одна из либеральных домов токсичных. Что якобы такая, что цена 70 долларов это конкурентная цена. Все, что выше, это как бы с неба свалилось. Просто свалилось. Вот мы понимаем очень просто. Но свалилось с неба, так используют. Построен и завод. Бедным отдают в конце концов. чем вот. Значит, раз они ядовитые, токсичные, тут же надо отправить зарубеж. Хотя на самом деле они не поступают. Они там в банках зарубежных как лежат, так и лежат. Вот удивительное дело. Значит, эти токсичные ядовитые деньги. Здесь у нас ядовитые. Как только переходят границу Российской Федерации, вся их токсичность исчезает. И этих денег цифра на сколько там зависло? 200 миллиардов 200-300 миллиардов для его долларов. Это огромные деньги, но умножьте на курс. Сколько получите половину российского бюджета? Они где находятся? На счетах каких-то инвестиционных компаний, куда скажем финансо-экономический блок правительства отправил. А те счета держат в крупнейших банках американских, западноевропейских. Те что делают с этими деньгами? Кредитуют, кредитуют, в том числе может и наши компании. Получают доходы. есть там эти деньги работают. есть что? Значит здесь работают рабочие, инженеры, такие сложнейшие технологии, суровые слои труда, добывают нефть, газ, туда отправляют. Там вроде как платят деньги. Но в массе своений там и остаются. работают отменили. Во всяком случае два года я уже не встречаю официальных документов упоминания об этой цене отсечения. Это означает, что теперь доходы от экспорта газа, нефти, скорее всего, поступают сюда в полном объеме или там в значительном объеме. вот он источник того, что появились деньги. Понятное дело, я думаю, что цифра соответствует действительности, что продукция пока выросла в 10-12 раз. И финансирование вот оно появилось. Я привожу пример, у меня родственник работал, работает Нижний Новгород много лет на одном крупном заводе ОПК. Он занимался на очень важном участке сбыт продукции, сейчас перевешивая для капиталистов, сбыть продукцию куда нужно, ну и поставки, понятное дело. Говорит, многие годы ходил к генеральному директору, вымаливал там ставку, дайте мне, работник, уже не помню, сколько там было, 3-5 человек в отделе. Вдруг мне аж видно вызывает этот генеральный и говорит, сколько тебе нужно для полного счастья? 10, получше. То есть жизнь заставляет, видите как, такой маленький небольшой пример. Так, мы заканчиваем тогда с деньгами сейчас. Что касается расчетов, это второе. Третье. Как устроена была и сейчас она устроена, вот система межгосударственных расчетов. Вроде как торгует, скажем, Россия, ну, не важно, тоже с Америка или с Германией и так далее. Расчеты идут через банки. То есть наша компания имеет счет в российском банке, да, соответственно, в американском. А вот дальше как? Ну, там получается, что мы кладем деньги на их счет. Совершенно верно. И причем, какие деньги? Не рублей. Не доллары. 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 То есть расчеты, скажем, есть прямые, так называемые, прямые корреспондентские отношения. Когда банк одной стороны заключает договор с банком с другими, и расчеты идут напрямую. Это очень накладно, потому что тысячи банков это никто не делает. А что делают? Они проводят в Американске? Нет. Есть небольшая группа банков, которые, в которых, скажем, российский банк или банк какой-то там третьей страны, не важно, такой из Африки, из Латинской Америки, заключает так называемые корреспондентские счета. Ну, юридические лица счета имеют банки, их называют расчетные, текущие, знакомые. А банковские счета называются корреспондентские счета. Эти счета держатся в крупнейших банках, монополистических банках, стран Западной Европы, Японии, Соединенных Штатах Америки прежде всего. То есть, чтобы открыть счет и положить деньги, но если в американском банке это в долларах, надо купить доллары. Если кто-то наивно думает, что это просто вот мы туда рубли, а не нам доллары, ничего подобного. Туда ресурсы, доллары, вот первоначальный у нас получается. И дальше все расчеты идут в этом банке, и деньги там лежат. Нам только что дают? Выписки, бумажки, что дают? На том счете такие-то деньги в долларах. Операцию сделал? Пожалуйста, выписка, совершил операцию. Мы перечислили деньги туда, хотя на самом день деньги из этого банка никуда не уходят, из банка корреспонденты. На то они вот так все держат цепко. Что сейчас? Поскольку сейчас Соединенные Штаты Америки, союзники, сателлиты все нам перекрыли, теперь идет поиск. Вот все наши крупнейшие банки попали под санкции. То есть им запрещены расчеты через эти корреспондентские счета в этих банках в евро и в долларах и так далее. Но очень просто выкручивается. Скажем, вот, за прибылью все жгонятся. Поэтому в какой-нибудь стране небольшой, неважно, в Таджикистане, Киргизии, находится банк, который соглашается открыть нашему банку корреспондентский счет. И вот идут платежи через посредника. Но за океаном же не дремлют. Там смотрят, отслеживают специальные службы, специальные органы, которые видят. Вот такой малюсенький банк был в такой-то стране. Вдруг многократно выросли обороты из России. Дают команду. Цить! И тот банк тут же даже ничего, говорит, не предупрежден, прекращает операции с российскими банками. Ну, что? Опять ходят по другим странам. Опять ищут. Вот такие идут дела. Были, да, новости, что китайские банки там отказываются. У них тоже проблемы, потому что Америка может наложить санкции. Конечно. Но это уже частный вопрос. Время подходит к концу. Если есть вопросы, готовы ответить. Если нет, то давайте. Центральный банк не обслуживает юридических лиц. У него другие функции. Вот он имитирует и контролирует эмиссию, то есть выпускает российский рубль в наличном варианте и без наличного варианта. Контролирует центральные коммерческие банки по необходимости их. Дает им деньги, поддерживает. Да, у меня вопрос. Хотя, извиняюсь, это хороший вопрос. Написано, что они должны, центральный банк должен отслеживать и контролировать инфляцию. То есть повышение цен на все товары, кроме рабочей силы. Но вот наш центральный банк, опять опираясь на эту так называемую либеральную догму, повышая ключевую ставку, делает все наоборот. Казалось бы, что значит повысить ключевую ставку? Это та ставка, да, потому что коммерческие банки вынуждены повышают стоимость кредита, цену кредита. Но если сейчас ставка 19%, накинь к ней так называемую неснижаемую маржу коммерческого банка, ну, будет 20 и выше. 7-8% функционирующий капиталист, вот тоже владелец того же морского портуса новороссийского, он приедет в банк, возьмет кредит, если там несколько лет назад было под 10%, сейчас возьмет под 20%. Он же должен проценты оплатить, не только вернуть основное тело кредита, но и вернуть проценты. Это будет уже в два раза выше, чем несколько лет назад. куда он запишет и поставит эти проценты? В издержке своего производства. А за издержками производства они попадут в цену производства. Кто оплачивает цену производства? Кринобочек. 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 Все мы с вами. И другие капиталисты, вот, конечно. Повышенные цены, вот вам инфляция. Удивительное дело. Удивительное дело. Вот такое. У вас вопрос есть? Да, у меня вопрос. Вот определение капитала, это самозаставившая стоимость. Вот, у меня такая вопрос, еще в такой ситуации. Вот, допустим, человек, он живет на доходы от акций. Акции упали. Это значит, что когда они упали, они перестают быть капиталом в этот момент? Когда у них стоимость была. Да, стоимость. Но она же упала. Не совсем так. Вот эффективный капитал. Вот, вот правильный ответ. Значит, понятие капитала тоже развивается. Есть реальный капитал, это предмет исследований третьего тома капитала. Есть реальный капитал, действительный капитал и фиктивный капитал. Значит, действительный капитал, это капитал, вложенный в средства производства. Фиктивный капитал, это всевозможные виды ценной бумаги, которые отражают, якобы отражают, это реальный капитал. Вот, скажем, капиталист купил средства производства, вот у него станки, завод ему принадлежит, это действительный капитал. Вот он выпустил какие-то облигации ценные под этот действительный капитал, как бы, и говорит, пожалуйста, я буду платить там такой-то доход по ним. Кто-то из других капиталистов или там рантье купит эти ценные бумаги. Ну, видите, какие посреднические зрения получаются. То есть владелец ценных бумаг и вот этот рантье, это владелец фиктивного капитала. Но капитала. Конечно, но фиктивного. Когда у нас это деление, это не очень учителяет, то что не всегда стоимость возрастает. Нет, стоимость капитала, не фиктивного капитала, капитала, это надо делить. Значит, капитал, вот это определение, это у Марса определение, оно в самом начале первого тома. Капитал, как самовзрастающая стоимость. Или самодвижущиеся деньги, он там пишет. Стоимость, приносящая прибавочная стоимость. И это определение капитала на поверхности капиталистических отношений, причем отношений товарного обращения. Даже до производства еще не дошел. А самое последнее какое определение? Последнее? Это общественная форма средств производства, которая заключается в принуждении наемных рабочих к прибавочному труду и в последующем присвоении прибавочной стоимости. Из-за того, что он в конце третьего тома капитала, у него есть отдел седьмой, доходы, их источники. То есть вот надо пробежать все это, прочитать, и все уложится. Я думал, я такую визуимость нашел. Нет, замыкнулся. Визуимость, я еще все на поэффекту не дочитал. Я против, я ее спросил, мне, хотелось понять, где они. Хорошее название, фиктивный капитал, фиктивный. Что значит? Ненастоящий. Мы не можем тогда. Царь ненастоящий. Капитал ненастоящий. Царь ненастоящий. Да, совершенно. Ну что, я желаю вам успехов. Вы приближаете до конца следующего года, сдаете экзамен. Закончите первое отделение. Значит, мы с вами встречаемся тогда в феврале. Спасибо. Все, и вам спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!